Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Пётр Хатенов, как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах. От праздников к делам насущным. В Магнитогорске продолжится ремонт дорог, а хоккейный клуб Металлург получит областные деньги. Молодая рабочая сила оказалась невостребованной в Магнитогорске. Почему городские предприятия не хотят брать на работу подростков? Европу и Азию соединил 600-метровый канат. Магнитогорск стал обладателем нового мирового рекорда. В ближайшие дни в Магнитогорске начнется реконструкция еще трех перекрестков. На эти цели из областной казны дополнительно выделят 300 миллионов рублей. Кроме того, профинансирует и хоккейный клуб Металлург. Об этом сегодня сообщил глава города на традиционном аппаратном совещании. Праздники прошли, последствия остались. Общую положительную картину мероприятия испортили частные случаи. Если масштабных происшествий зафиксировано не было, то за помощью к медикам обратилось то же количество горожан, что и в предыдущие годы. Порядка 150 за три дня. По сравнению с прошлым годом, цифры одни и те же получаются. Это и травмы, это и неблагоприятное воздействие алкоголя. Была у нас травма на рабочем месте. Фельдшера избили на Левом берегу во время оказания медицинской помощи. От праздника к делам насущным. В ближайшие дни начнется второй этап дорожных работ. Горожанам придется искать объездные пути сразу на нескольких участках. Мы начинаем сейчас с Суворова, Гагарина, Карла Макса, Завинягина, Советская вокзальная. Работы продолжатся и на проспекте Ленина, на участке от Гагарина до Ленинградской. Затем по последней пойдут вверх до улицы Советская. Уложат новый асфальт и на Уральской. На реконструкцию дорог в этом году из областной казны выделят еще 300 миллионов рублей. А вот чтобы получить деньги для медицинских учреждений, необходимо выполнить ряд условий. Мы должны передать 7 объектов медицинских наших, 7 учреждений введения областного центра. Это первая горбольница, третья, да? Третья детская, два роддома, да? Два роддома вот. И мы сегодня занимаемся с депутатами, на такое решение будем идти. А для поддержки хоккейного клуба «Металлург» из областного бюджета направят 100 миллионов рублей. Половина суммы должна поступить до конца этого года. Средства из областного бюджета команда получит впервые. Такое решение принял губернатор Михаил Юрьевич. Ксения Печаткина, Антон Грабарев, Вести Магнитогорска. Новый начальник магнитогорской полиции собрал первую после своего вступления в должность пресс-конференцию. Михаил Иванов выразил недовольство низкими показателями раскрываемости преступлений в городе и призвал городские средства массовой информации к активному сотрудничеству. В качестве одной из самых острых проблем нашего города участники встречи отметили работу подпольных казино. Начальник УВД пообещал, что проверки и рейды будут проводиться постоянно. А также рассказал о ходе переаттестации в магнитогорском гарнизоне полиции. Сотрясения не будет, а это и ни к чему. Революции, они, как правило, ну, моё мнение, во всяком случае, не приводят к положительным результатам. Во всяком случае, в ближайшее время. А народ хочет, чтобы в ближайшее время в нашем городе был порядок и спокойствие. Михаил Иванов также отметил чёткую и слаженную работу сотрудников полиции на праздновании Дня города. Во многом благодаря ей, по словам начальника УВД, в местах народных гуляний удалось избежать серьёзных происшествий. В эфире Вести Магнитогорск, и мы продолжаем. С 1 сентября на 30% вырастет фонд оплаты труда работников дошкольных учреждений Челябинской области. Повышение не коснётся заведующих детскими садами, главных бухгалтеров и административный аппарат. Зарплата должна увеличиться только у воспитателей, педагогов и обслуживающего персонала. Сегодня в одном из детских садов вместе с главой региона и представителями партии «Единая Россия» за стол переговоров сели работники дошкольных учреждений. Они рассказали Михаилу Юревичу, сколько получают, показали ведомости. Вышло, что приемлемые зарплаты, это чуть более 10 тысяч рублей, воспитатели, нянечки и другие работники детских садов получают лишь совмещая труд и взваливая на свои плечи дополнительную нагрузку. Основная статья расходов областного бюджета, да и муниципальных бюджетов, это зарплата наших бюджетников. Уровень жизни должен расти на деле, не на словах. Уровень заработных плат в промышленности растет. Соответственно, рост промышленный идет, увеличиваются доходы в бюджете. Прежде всего, эти доходы должны идти на увеличение заработной платы бюджетникам. На то, чтобы с 1 сентября этого года поднять зарплаты работникам детских садов, только в этом году уйдет 615 миллионов рублей. В следующем еще около 2,5 миллиардов. Так, в среднем воспитатели будут получать на 2,5 тысячи больше. Татьяна Патракова такой перспективе очень обрадовалась. Женщина, видя, как развивается Челябинская область, переехала сюда из Кургана. Теперь положительная динамика развития коснулась и ее. Повышение огромное, скажем так, для начала. То есть, большое спасибо правительству Челябинской области. Естественно, это скажется на моральном состоянии воспитателей. Может быть, молодежь потянется к нам, потому что очень сложно сейчас с сотрудниками набирать сотрудников. Молодые не идут работать из-за низкой заработной платы. С просьбами об увеличении заработной платы в региональное отделение «Единая Россия» не раз обращались сами воспитатели, нянечки и другие работники детских садов. Просьбы нашли поддержку. Точно так же в рамках программы «Добрые дела» поддержать могут и другие предложения южноуральцев. Эта программа идет, она реализуется. И обращаясь к жителям Челябинской области, пожалуйста, активнее включайтесь в эту работу и давайте свои предложения. Мы отберем самые необходимые, самые оптимальные. В дошкольных учреждениях Челябинской области сейчас работают около 47 тысяч человек. Это воспитатели, помощники воспитателей, административный и технический персонал. Добавим, что с 1 сентября зарплата повышается только у работников дошкольной сферы Челябинской области. Ни в одном другом регионе такой инициативы не было. Ксения Бетюцкая, Иван Генералов, ОТВ. А магнитогорским подросткам все труднее найти работу. К такому выводу пришли в городском центре занятости населения. Из-за отсутствия на рынке труда заинтересованных работодателей, здесь пока приостановили выдачу направлений подросткам-соискателям. Тем временем число детей, ищущих варианты для летней подработки, неуклонно растет. В проблеме разбирался Игорь Болонин. Есть желание, но нет возможности. Если в первой половине лета около 500 детей нашли работу, то сейчас рынок труда оказался для них фактически закрыт. К нам обращается очень большое количество подростков, которые хотят подработать в летний период, заработать себе на одежду, на еду, на приобретение еще чего-то, помочь семье своей. Но зачастую нам, получается, нужно им отказать, потому что нет рабочих мест. Даже там, где есть вакансии, подростков трудоустраивать не хотят. В центре занятости это объясняют рядом статьи Трудового кодекса. Работодатель должен предоставить несовершеннолетнему определенный график и условия труда. Рабочий день двое короче обычного и услуги опытного наставника. Мало кто из руководителей готов тратить на это время и средства. Тормозит процесс трудоустройства и бумажная волокита. Даже получив заветное направление, детям не сразу удается выйти на работу. Нужно паспорт, ННН, страховое свидетельство, справка о том, что ты можешь работать. Тяжело в очередях стоять. Работало бы два кабинета, было бы проще. На реализацию программы трудоустройства подростков Магнитогорска из федерального бюджета выделено более двух миллионов рублей. Так, каждый подросток помимо зарплаты получает ежемесячную надбавку в размере полутора тысяч рублей от городской службы занятости. Обычно детский труд востребован в сфере подсобных работ и при благоустройстве территории. Ребята хорошо работают, справляются с обязанностями, приходят вовремя, все стараются. Даже когда дождь шел, они пришли, все вышли на работу. Больше половины подростков-соискателей родом из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей. Нехватка денег и избыток свободного времени, как показывает практика, нередко толкает их на преступную стезю. В минувшие выходные в Ледовом дворце магнитогорцев с Днем Металлурга и Днем Города поздравляли первые лица и местные творческие коллективы. А основные праздничные гуляния развернулись уже на улице. В этом году главное городское мероприятие сменило место дислокации. С места событий материал Ксении Перчаткиной. От перемены места праздника его качество не изменилось. Первые мероприятия прошло не на площади народных гуляний, а за ледовой ареной. Горожанам смена обстановки пришлась по вкусу. Такая площадь прекрасная, большая, объемная. Так что народу здесь очень много поместится и спокойно, и не так тесно. Простор, во-первых, место, и сводрище, нету города самого, прям, как будто на природе. Не всем традициям решили изменять. Звездную тройку оставили в силе. На этот раз подарком для горожан стало выступление Светы, Митти Фомина и итальянской группы Корона, хиты которой звучали на всех радиостанциях в 90-е годы. Гости развлекали публику больше двух часов. Очень хорошая публика. Вот то, что мне всегда нравятся, вот такие города. Тем более сегодня даже двойной праздник, это всегда здорово. И очень хорошо пили, но мы сами видели. Спасибо, что знают и помнят. Еще одно преимущество объединенного праздника – большой фейерверк. В этом году салют на две площадки делить не пришлось, потому пиротехники развернулись на славу. Такого количества петард еще не было. О том, как выглядит фейерверк, знает каждый магнитогорец, но о том, как его готовят, лишь единицы. Здесь, на возвышении, напротив ледовой арены, взрывоопасная зона. Тысячи пиротехнических средств сначала выстраивают в определенном порядке, затем объединяют систему и только в последнюю очередь накладывают на музыку. Чтобы нажатием одной кнопки запустить в небо над Магнитогорском 4700 залпов. 20 минут небо озаряли разноцветные звезды салюта. Тем временем не забыли и о возрожденной традиции первостроителей магнитки – золотых кострах. Такой ярко-огненной праздничной ночи останется в памяти горожан до следующего года. Ксения Перчатина, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. А чуть ранее 300 человек ввязалось в спор, кто сильнее – Европа или Азия. В Магнитогорске установили новый рекорд по перетягиванию самого длинного в мире каната. В какой части света живут самые сильные россияне – в нашем следующем сюжете. Азия победит! Ура! Магнитогорцы из Европы в Азию и обратно ездят каждый день, а то и не по одному разу. И это только сегодня между Азией и Европой разгорелись нешуточные страсти. Как-никак на кону рекорд книги Гиннесса, причем не только российский, но и мировой. В будни две части света – это просто два берега реки одного города. Нам часто по работе приходится ездить из Европы в Азию. И молодой человек у меня работает в Азии, а получается живет в Европе. Пока мировой рекорд принадлежит китайцам. Они перетягивали соломенный канат длиной 200 метров. В России несколько лет назад уже пытались побить этот рекорд. Была попытка перетянуть канат длиной более 300 метров через Волгу. Но она не удалась, если того, что технически не были готовы заявители. Ну и сами понимаете, когда канат попадает в воду, он намокает, становится тяжелым. Вот данный канат весит 800 килограммов. И для его раскатывания потребовала специальная машина. Соответственно, тот канат, попав в воду, он, естественно, сразу стал неимоверно тяжелым. И, в общем-то, рекорда не получилось в итоге. В Магнитогорске перетянуть с рекордом планировали 600-метровый канат. После обязательных замеров перед стартом оказалось, что могучая веревка длиннее на 62 метра. Вытянулась после репетиций. Такие длинные канаты в России не изготавливает ни один завод. Этот плели в Коломне, специально для Магнитогорского рекорда. Мы рассчитали разрывную силу и рассчитали диаметр и ширину каната достаточную для того, чтобы 300 человек при одновременном перетягивании не порвали канат. Три, два, один! Без падений не обошлось, но оно было на последней секунде, потому победу все равно присудили белым, а рекорд признали состоявшимся. Ну здорово, замечательно! И надо вообще сделать, это будет традиция, хорошая традиция в городе каждый год. Европейцы через год на этом же месте! Магнитогорцы теперь авторы нового мирового рекорда по перетягиванию самого длинного каната и уверены, что их еще не скоро переплюнут. Желающим для начала придется найти канат длиннее 662 метров. Мария Дронина, Сагит Бакиров, Вести Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен, о погоде на завтра через несколько секунд. Вы смотрели Вести Магнитогорск, я желаю вам всего хорошего, до свидания. Вести Магнитогорск Вести Магнитогорск